Мусульмане Рахинджа вновь спасают свои жизни и вынуждены покидать дома. В последние месяцы Бангладеш столкнулся с новой волной беженцев. По данным официальных лиц страны, около 8 тысяч мусульман Рахинджа в западном штате Ракхайн в Мьянме бежали в Бангладеш. Эти события являются свидетельством тому, что гуманитарная ситуация в регионе вновь обострилась, и текущая волна насилия является самой серьезной, с которой сталкиваются Рахинджа со времен военной кампании 2017 года. Кратко о предыстории конфликта. Рахинджа описывают себя как потомков арабских торговцев, которые поселились в регионе много поколений назад. В 1942 году произошла так называемая Ракхайнская бойня между Рахинджа и араканцами-буддистами, после чего регион стал этнически поляризоваться. Число буддистов, убитых мусульманами, бирманский исследователь Кяо Занта оценил в 50 тысяч человек. Десятки тысяч вынуждены были бежать. Тогда Рахинджа получили оружие от союзников для борьбы против японских войск. Однако направили его против араканцев, убив тысячи жителей. И как писал бангладешский исследователь Саид Азиз Аль-Ахсана, в тот же период бирманцы в сотрудничестве с японскими властями убили много представителей Рахинджа и выгнали 40 тысяч человек за территорию современного Бангладеша. Так что конфликт тлел и нужна была лишь искра. Согласно государственным отчетам Мьянмы, 9 октября 2016 года вооруженные лица атаковали около 30 пунктов пограничной полиции в штате Рахайн, в результате чего погибли не менее 9 полицейских и еще 4 на следующий день столкновений. Склады оружия и боеприпасов также были разграблены. Неделю спустя недавно сформированная повстанческая группа Харака Аль-Якин взяла на себя ответственность за нападение. Некий Абу Алям, представившийся членом армии спасения Рахинджа Аракана, в интервью журналисту Channel News Audio Джекуб Борду, заявил, что военная группировка умышленно устроила нападение на военнослужащих армии Мьянмы с целью вызвать ответные зачистки и заострить внимание мирового сообщества на преследованиях Рахинджа со стороны властей. За ответными действиями армии Мьянмы дело не стало, и начался геноцид Рахинджа. К январю 2017 года были переселены 92 тысячи Рахинджа, еще около 65 тысяч сбежали из Мьянмы в соседнюю Бангладеш в промежуток между октябрем 2016 и январем 2017 года. Мешалось международное сообщество, но, как всегда, только на словах. Правозащитная группа «Международная амнистия» и такие организации, как ООН, обозначили военные преследования меньшинства Рахинджа как преступление против человечества и заявили, что военные Мьянмы сделали мирных жителей целью систематической кампании насилия. И сих пор ситуация вроде бы успокоилась. Хотя в Бангладеш более миллиона Рахинджа живут в переполненных лагерях на юге страны, и их перспективы возвращения в Мьянму остаются крайне туманными. Отсутствие надежды на безопасное возвращение в родные места подчеркивает ту беспросветность, с которой сталкиваются эти люди. Но кому мы это говорим? Понятно, что гуманитарный кризис, вызванный насилием в Ракхайне, требует совместных усилий всех стран и международных организаций для обеспечения защиты прав человека и помощи тем, кто в этом остро нуждается. Но помощь вряд ли придет. Также понятно, что необходимо действовать быстро и решительно, чтобы предотвратить дальнейшие ухудшения ситуации и поддержать тех, кто оказался в сложной и безнадежной ситуации в поисках безопасности и гуманитарной помощи. Но если это действительно необходимо, то значит мировая бюрократия сделает все, чтобы замедлить процесс помощи людям.